Окажется ли вертолет в другой части Земли, если он зависнет в воздухе на 12 часов? Казалось бы, так и должно быть. Вертолет неподвижен, Земля вращается. Через 12 часов под летательным аппаратом обязана оказаться противоположная сторона планеты. Но это иллюзия, она не учитывает силу инерции. Гравитация привязывает все тела к Земле. В результате они движутся с той же скоростью, что и планета. Поднявшись на несколько десятков или сотен метров, вертолет не вырвется из зоны притяжения Земли. Он сохранит изначальную скорость, совпадающую со скоростью вращения планеты. А поэтому по инерции вертолет будет двигаться вместе с ней. Внешне он будет висеть над тем же местом. Для простоты понимания можно провести простой эксперимент. Если нарисовать крест на полу скоростного поезда во время движения, а затем подпрыгнуть, поезд вовсе не уедет из-под ног человеком. Приземление произойдет ровно на то же место, отмеченное на полу. Причина – изначальные скорости поезда и человека в нем были равны. А значит, по инерции он даже в воздухе будет двигаться вперед. Хотя этого и не ощущает. Вертолет еще дополнительно столкнется с воздействием воздуха. Он тоже движется вместе с планетой. А значит, летательный аппарат будет все равно двигаться синхронно с Землей. Так что зависание в воздухе на несколько часов на высоте до нескольких километров ничего не даст. В другом полушарии вертолет не окажется. Продолжение следует...